Всем привет! Меня зовут Ксения и, честно, я это видео снимаю просто для контента, потому что я уже торгую достаточно редко. Я максимально выгорела в трейдинге, особенно в бинарках. Они просто вот достали меня. Сколько бы я там ни зарабатывала, вот знаете, когда уже тошнит от этой деятельности. Но я знаю, что вам такой контент нравится, поэтому вот, пожалуйста, наслаждайтесь. Я думаю, что это одно из последних видео про трейдинг, потому что у меня сейчас совсем другие интересы. Так, у меня здесь на балансе 1214 долларов. Я вообще забыла, сколько у меня на этом аккаунте. Честно говоря, я нарушаю правила, у меня несколько аккаунтов на бинарках. Так делать категорически нельзя, потому что в любой момент вас могут просто заблокировать. Как бы круто вы не разогнали депозит, если у вас несколько аккаунтов, то все, пиши, пропало. О больших каких-то заработках можете забыть. Но не у всех из вас есть там 1200 долларов на счету, поэтому я хочу закинуть 1200 долларов в сейф и попробовать торговать с 14 долларов. Так, 1200 долларов. Все, списались в сейф. И если теперь они будут лежать на сейфе, я буду получать какой-то там процент. Я особо не вчитывалась в правила, мне в принципе пофиг. Если я солью, я вытащу из сейфа. У меня нет цели зарабатывать там какие-то 3%, 5-10% в год на инвестициях, потому что я считаю, что если грамотно их вложить, то можно заработать намного больше. Так как у нас только 14 долларов на счету, сумма сделки у нас будет примерно 30% от депозита. И давайте будем просто искать разные ситуации. Во-первых, сразу хочу повторить, казалось бы, такую мелочь. ОТС у нас практически всегда рисуется, то есть графики ОТС, они непредсказуемы, и их невозможно, в принципе, по теханализу как-то анализировать. Поэтому мы спускаемся ниже, смотрим и выбираем не самые доходные, например, фунт канадец. И начинаем просто анализировать рынок на разных таймфреймах. Например, вот на 15 секундах я вижу, что цена сейчас стремится к сопротивлению. Так, и можно тут 15-секундные свечи открыться на понижение. На одну минуту. Вспоминаем, да? У нас по правилам, если 15-секундные свечи, то сделка примерно это на одну минуту. Тем более мы смотрим на цикличность рынка и смотрим, что ранее за одну минуту цена очень хорошо ускакивала вниз. В принципе, ситуации не повторяются. Но здесь у нас вырисовывается фигурка, которая, в принципе, может дальше показывать на повышение цены. И если вы выберете время больше, вы можете просто жалеть из-за того, что пошли не по правилам. Блин, как я давно не торговала, как мне просто, знаете, вот прикольно. Когда... Как обидно, как обидно. Просто в последние секунды вы это видели? Так как цена сейчас стремится пробить данный уровень, можно взять времени немножко побольше и открыться на пробитие данного уровня. Как я и говорила ранее, по ситуации, в принципе, это очень похоже. Почему время больше? Потому что цене перед тем, как пробить этот уровень, ей нужно немножко потанцевать. Ей нужно немножко как-то разогнаться. То есть вот так вот сразу с одного хода она пробить его не может. Это равносильно тому, как вы забиваете гвоздь. Вы же не можете его с одного удара забить. Да, иногда можете, но это происходит не так часто, как хотелось бы. Так, хочу посмотреть более старшие таймфреймы. Опять же, знаете... О, блин, классная ситуация. Ну, пожалуйста, на одну минуту вниз. Ловим вот такой коридорчик. Ай, я же на минутном таймфрейме. Вот здесь опять я поторопилась и допустила ошибку в том, что на минутном таймфрейме открылось на одну минуту. То есть на минутном таймфрейме нам нужно открываться примерно на 4-5 минут. Так, сколько у нас тут до конца? 34 секунды. В принципе, все пока интересно выглядит. Вот, здесь я увидела зону сопротивления. Сейчас я вам ее покажу. Так, горизонтальная линия. Смотрите, как четко тоже у зоны встала, у горизонтальной. Оставим ее на всякий случай. И перемещаем вот сюда. И в принципе, как по учебнику, ситуация достаточно классно отработала. Сколько? Одна секунда до конца. И прибыль 4 доллара. Прикольно. Опять же, мы наблюдаем за каждым движением цены и просто смотрим. В любой момент у нас может быть пробитие дальше. То есть цена достаточно стремительно сейчас идет на повышение. У нас была коррекционная вот эта волна. И сейчас цена тоже должна в теории уходить на коррекцию. Что-то пока мне не очень нравится, как у меня задалась торговля сегодня. Но зато адреналина просто бешеное количество. Так, и сделочка у нас заходит в минус. 4.15. Здесь такое чувство, что она хочет пробить вот данный уровень. Кстати, смотрите, не зря мы его с вами поставили. Всегда, когда видите какую-то горизонтальную зону, всегда ставьте эти уровни. Нет, я не вижу здесь ничего. Что я делаю? Я просто не понимаю. В таких ситуациях надо просто поменять актив. И по-любому в данный момент времени есть другой актив, который вы прям читаете как надо. В любом случае, если вы не видите на каком-то активе ситуацию, вы меняете этот актив. И такие, вау, тут же такая классная просто картина, по которой я могу сейчас классно заработать. Каждый раз, когда вы пытаетесь добить доход по тому рынку, по тому графику, который вы не можете прочитать, получается какая-то дичь. Так, я не хочу на это смотреть. Вот здесь что-то интересное у нас. Посмотрим на более старшем таймфрейме. Не такое интересное. И здесь. Просто восходящий тренд. Все. Просто тренды я не очень люблю. Я их не так, как нужно, понимаю. О, вот здесь красивая ситуация, смотрите. Прям чуть ли не как по учебнику эта ситуация отрабатывает. И я считаю, что здесь можно открыться на повышение. По той причине, что я тупица. На пятиминутном таймфрейме. Ай-яй-яй-яй. Ну, в принципе, здесь тоже есть горизонтальная зона. Но вы сейчас в режиме реального времени видите просто, как я торгую как лошара. Потому что очень давно этого не делала. И у меня очень сильно все замылилось, так скажем. Так, здесь у нас 2 секунды, 1 секунда. Супер. Здесь у нас плюс. На 1 минуту. Вниз. У нас не было третьего касания диагонального уровня. И сейчас цена к нему стремится. Блин, она уже у него находится. Понимаете, насколько я потеряла сноровку, что я визуально не увидела, что цена у уровня. Это очень обидно. Здесь я просто сейчас надеюсь на то, что... Да, вот именно на это я и надеюсь. Давай еще пониже спускайся, пожалуйста. Правильно я сделала, что я большую часть депозита кинула в сейф. Потому что с такой торговлей, с таким видением рынка, это просто трэш. И если у меня сейчас получится что-то из этого депозита, который у меня был изначально, это будет просто удача и везение не более. То есть это не какой-то профессиональный трейдинг. Это абсолютно неправильная вообще торговля. Так, три, два, один. Плюсик есть. И здесь мы смотрим. И здесь плюсик есть, вы просто понимаете. Вот это, наверное, из-за того, что я всегда благодарю вселенную. Просто всегда. Здесь я хочу на минутку и на две минутки, наверное, повышение открыться. Но сразу не буду этого делать, потому что я достаточно агрессивно торгую. И если цена спустится, то я уже возьму две минутки. Смотрите, она сейчас стремится, опять же, у нас за пределы горизонтального уровня. Этот уровень я проводила, по-моему, на пятиминутном таймфрейме. И поэтому здесь вы можете видеть вот такой вот шум. Но, опять же, мы помним про цикличность рынка. А вот такие наблюдения за каждым микродвижением, они всегда помогают определять дальнейшие движения. Так. Пока все достаточно неплохо. Есть. Опять, что надо сделать? Поблагодарить вселенную. За каждый доллар, за каждый цент. Сколько бы вы не зарабатывали. Одна минута. Ну, в отличной точке, в принципе, открылась. Просто наблюдаем за микродвижениями. Все. Сейчас цена стремится к горизонтальному уровню поддержки, к горизонтальной зоне поддержки на как раз-таки третье касание. Но, опять же, стоит отметить, что когда цена идет не в вашу сторону, не стоит открывать там кучу догонов, кучу сделок. У меня был такой этап в жизни. Сейчас, периодически, когда я торгую, я, конечно, леплю. Но это уже, знаете, игра. То есть, казино, я не знаю, как это еще называть, чтобы было более понятно. Если вы торгуете по системе мани-менеджмента Мартингейл, в этом случае вам нужно открывать догоны по какой-то причине. Например, в данном случае, если цена подскочит вот сюда, ну, даже вот здесь можно открыть догон в теории, и то достаточно спорно. Цена подскакивает, и вы уровня его просто как-то открываете. Вот здесь, ну, еще, 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 дотягиваемся. Опять же, я не уверена в ситуации. Я знаю, что есть потенциал движения вниз сейчас, но не тороплюсь открывать сделку. То есть, я наблюдаю за каждым микродвижением. Если мы проведем вот такую вот горизонтальную линию, то увидим, что зона сопротивления у нас вот здесь. И все сделки, которые будут открыты не в этой зоне, они фактически будут неправильными. Блин, минутка мало. Хотя 15-секундный таймфрейм. Минутка как раз. Видите, почему у меня сделка открылась здесь? Я ее открывала четко на касании уровня, но, как правило, от уровня отскакивают там за миллисекунды. И в тот момент, пока я открываю сделку, пока она у меня открывается, пока тупит интернет, в этот момент уже все, медведи роняют цену, и поэтому она идет вниз. Здесь просто наблюдаю за микродвижениями. Эти микродвижения мне позволят предсказать, предугадать дальнейшие движения цены. Вы просто начинаете смотреть. Так, цена, когда спускается вниз, что с ней происходит? Сразу идет отскок, значит, что? Значит, есть потенциал движения вверх. Опять же, цена поднимается к уровню, сразу идет отскок вниз. Что это значит? Что цена в дальнейшем пойдет вниз. Так, 4, 34. О, фигурочка у нас здесь рисуется, и я против правил откроюсь. Нельзя открываться пока. После такой импульсной свечи... А сколько время? 16.52. Есть вероятность, что сейчас будут какие-то новости. Надо посмотреть. Так, а, я забыла, я на сообщение ответила и забыла в инвестинг залезть. Так, инвестинг.com. Что у нас за движения сейчас пошли? Пока не буду открывать никаких сделок, просто понаблюдаю за движением рынка, опять же. В принципе, ничего такого. Но будем наблюдать. Возможно, меня здесь спасет то, что сделка была открыта на 2 минуты. Ладно, давайте посмотрим что-то еще. 15 долларов, блин. 15 долларов. Сколько я уже торгую, интересно. Сделочка в минус. Пофиг. Как я не хотела открываться ва-банком, но перспектива зарабатывать 1 доллар за полчаса, она недостаточно неинтересная и неприкольная. В принципе, даже с учетом того, что сейчас сделка в минусе, меня эта ситуация устраивает, потому что я вижу эти микродвижения. Посмотрите, цена поднимается и практически сразу идет импульс вниз. Вот опять же, пока я говорила, произошла такая же ситуация. Это значит, что сейчас медведи передавливают быков. Еще с учетом того, что цена сейчас находится в зоне сопротивления, мы можем это увидеть, промотав как минимум вот сюда. Блин, как я скучала по ютубу. Просто мне так хочется почаще снимать, мне так нравится с вами общаться. Я просто невероятно заряжаюсь энергией. Поэтому минусы у меня сейчас, плюсы. Мне так пофиг, я просто рада, что передо мной стоит камера. Я думаю, что лучше на этом моменте я остановлюсь. Я увеличила депозит практически в два раза. Я не знаю, было ли вам интересно на это смотреть, но я получила истинный кайф. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх. Жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка в описании. Всем огромного профита в любых ваших начинаниях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok